Жители, как только стало известно, в республике зарегистрировано еще 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, ковид выявлен у 2780 человек. Более чем на 2000 гектаров увеличатся посевы сахарной свеклы в этом году в Алматинской области. Сейчас в регионе полным ходом идет посевная кампания. Нынешняя посевная механизатору Дмитрию Володину в радость. В этом году поля он обрабатывает и засевает на новом тракторе. Иностранец заменяет работу нескольких машин. В кабине чисто работает кондиционер. Оттого и смена проходит легко, без поломок. Сейчас намного лучше. Пять операций он делает за один проход. Малует, каткует, баронит и опять заглаживает. Побольше бы такой техники, и крестьяне бы жили легче. Намного комфортнее новая техника. Конечно, не так устаешь. Намного больше выработки делаешь за световой день. Это поле входит в 150 гектаров пашни, отведенной в хозяйстве под сахарную свеклу. Его руководитель Жасулан Мухаммади. Молодой предприниматель одним из первых в регионе решил применять передовые технологии выращивания культуры. Вся технология используется вовремя. Вся техника есть за счет СЗЦ. В том году СЗЦ открыли. СПК ЖИЦу нам выдали технику. Комбайны, трактора. Что надо именно. Ждаем прибыли. По плану у нас с гектара 650 центнеров. В осенью увидим, как будет. В этом году общая площадь посевов свеклы в Сарканском районе выросла почти на 1200 гектаров. Возделыванием сладкого корня здесь занято около 80 хозяйств. Ну а в области под культуру отвели больше 16 тысяч гектаров пашни. В Алакульском, Ваксусском, Сарканском, Искельдинском, Каратальском, Кербулакском, Коксусском и в городах Копчега и Талдыкурган начались посевные работы сахарной свеклы. С начала 2014 года на территории области создано 28 СЗЦ на 6,5 миллиардов тенге с привлечением 617 единиц техники. Сейчас половина полей под культуру уже засеяна. Благо погода позволяет. В целом же, по прогнозам аграриев, нынешний год должен дать больше 600 тысяч тонн урожая сахарной свеклы.